СУНДУК С ЗОЛОТОМ Лесник надвинул кепку, поправил ружье за спиной и, набравшись смелости, двинулся в ту часть своих владений, где не любил бывать. Деревья тут стояли тесно, живые стволы подпирали мертвые, высохшие, лишенные коры. В глаза лезли корявые сучья, ноги проваливались меж корней, завора цыпались труха и хвоя. Бронясь, отплевываясь, лесник, наконец, прорвался на поляну, где стояла низкая изба, крытая камышом. Откашлялся и громко выкрикнул «Марша Матвеевна! Нина Гавриловна!» Но обращался он к одной единственной особе. Старуха жила здесь очень давно. Когда-то в 50-е годы новый председатель колхоза решил облагодетельствовать ее пенсией. И чтобы оформить паспорт, пытался выведать, как зовут, лесную жительницу. Зная от местных, что старуха не мая, он составил огромный список разных имен, которые зачитал ей, полагая, что так и внет, или подаст иной знак, при произнесении им ее настоящего имени. Старуха выслушала весь длинный список, не моргнув глазом. Председатель махнул рукой и записал ее октябриной. Сельчане сочли имя нелепым. Но остался обычай при встрече называть старуху разными именами. И даже появилось поверье, что угадавшему подлинное имя сказочно повезет, потому что бабка – матерая ведьма. При этом полагалось быть почтительным и к имени присоединять отчество. Лесник следовал этому ритуалу по привычке, а не надеясь на удачу. «Ида Константиновна! Глафира Христофоровна!» Дверь заскрипела так звучно, что лесник вздрогнул. Старуха выступила из тьмы и уставилась на гостя. Ее коричневое лицо, покрытое рубцами глубоких морщин и сетью мелких, казалось нечеловеческим из-за гротескно-горбатого крупного носа и выпеченного подбородка. В провалах глазниц блестели прозрачно карие, почти оранжевые глаза. Один зрачок, казалось, был больше другого и пульсировал, то сужаясь, то расширяясь. Лесник давно заметил это и избегал смотреть бабке в глаза. На голову ее был накручен красный шеростяной платок, побитый молью. Одежда состояла из синего ситцевого платья, длинного, но не скрывавшего босых ступней, с давно не стриженными, скрученными ногтями. Старуха приложила к уху ладонь, что в системе знаков, давно усвоенных лесником, значил ее вопрос. Была она так страшна, что лесник тут же стал назвать ее именем своей тещи. «Добрый день, Лариса Ивановна! Я вот о чем должен сообщить. Лес твой продали». «Не я продал. Председатель колхоза, акционерного общества, то есть, продал городскому мужику. Рубить будут лес». Бабка быстро спустила с порожка, или снег попятился, мотая головой. «Я ни при чем. Я говорил председателю, не продавай. Ну, кто же меня послушается?» Бабка задумалась, потом усмехнулась. А скал казался нечеловеческим животным. Ее белые молодые зубы ужасали лесника. Старуха показала в сторону села и словно поманила кого-то узловатой рукой. «А, позвать его к тебе!» Она кивнула. Лесник поклонился и, пятясь, покинул поляну. Юрий Валентинович – полноватый мужчина лет сорока. С обманчиво простодушным лицом, но внимательным цепким взглядом стоял у высокого распахнутого окна, за которым щелкали и пересвистывались незримые птицы. В вечерних сумерках белели осыпанные цветами кусты жасмина вдоль забора. За забором шелестили листвой березы и осины. «Нет, лес вокруг усадьбы рубить не стоит. Пусть останется островок дикой природы». За спиной в глубине залы распахнулась массивная дверь. Заглянул охранник и произнес. «К вам лесник!» «Поздновато», – холодно заметил хозяин, оборачиваясь с гостью. Тот, щуплый мужичонка, в камуфляжном костюме и болотных сапогах, прошлепал по паркету и, ничтоже сумняшися, протянул щеголеватому господину загорелую руку. «Э, вечер добрый!» Юрий Валентинович поморщился от фамильярного жеста, но руку мужичонке пожал. Конечно, он представлял встречу с местным егарем иначе. Тот стоит у двери, снял с головы кепку и ждет, когда барин обратит внимание. «Вам сообщили, что я купил часть леса». «Хорошо. Будете по-прежнему делать обходы всей территории или мне своего человека нанять?» Сразу поинтересовался Юрий Валентинович. «Зачем же нанимать? Я согласен». «А что насчет зарплаты?» «Не обижу. Только чтобы ни пожаров, ни браконьеров». «Лес куплен специально до моей мебельной фабрики». «А вырубить задумали?» «А лесы сажают, чтобы вырубить. Когда-нибудь». «Я не недовольствую», пояснил лесник, одев кепку. «А только у нас в лесу живут». «Меня не предупреждали». «Это частная собственность». «Старушка одна». «Лучше бы переселить». «Попробуйте». «Лесник вздохнул». «Только она здесь очень давно. привыкла, должно быть». «Сколько в ваших краях стоит дом?» «Только-то копейки. Но с газом намного дороже». «Зачем ей газифицированный?» «Она не поймет, как за котлом следить». «Лучше мы и дрова привезем». «Верно». «Не встал спорить лесник». «Объясни моему помощнику, где бабку искать». «Недалеко отсюда, прямо по тропе от ваших ворот и до развилки. Там повернуть направо. И как раз на поляне стоит изба». «Слышал». Обратился Юрий к начальнику охраны. «Завтра передашь деньги. Пусть приобретают новое жилье до июля». Охранник кивнул. «А вам самому будет любопытно». Лесник помнил бабкин наказ доставить к ней бизнесмена. «Я вот вижу у вас на стене над камином головы кабана и оленя. Охотой увлекаетесь?» «У нее там возле дома на шестах черепа. Меня мороз по коже дерет, когда я на один гляжу». «Другие-то она, конечно, в лесу подобрала. Два лосиных, волчий, лисий. Но тот особенный, огромный. И клыки у него вот такие. Я бы сказал, что череп медвежий, но больно велик. К тому же здесь медведи никогда не водились. Да и нет у них таких клыков. «Может быть, просветите меня? Что за существо?» «Вы меня заинтриговали. Юрий Валентинович часто ездил на охоту лет пять назад. Сейчас было не до развлечений, но интерес остался». На следующий день, в полдень, Юрий Валентинович и лесник вышли к дому старухи. «Экзотика». Юрий Валентинович кругом обошел избу, посмотрел на череп исполинского медведя. «Спросим у старушки, какого зверя завалило». «Немая она. Жаль». Лесник обратил внимание на то, что возле избы появился еще один пустой шест. Последовал позабавивший Юрий Валентиновича ритуал с вызыванием старухи. Наконец дверь приоткрылась. «Пелагея Максимовна, Серафима Ефимовна, тут к тебе гость». Старуха приложила ладонь к уху. «Избу твою хочет купить». Старуха, к удивлению лесника, возмущаться не стала, кивнула и оказалась рядом с ними так быстро, словно выросла из-под земли. Юрий Валентинович даже отшатнулся. Лесник отвел взгляд в сторону, чтобы не встретиться с дикими янтарными глазами хозяйки. Юрий Валентинович достал из кармана портмоне и вынул оттуда пачку купюр. «Ух, зачем же вы и доллары?» – удивился лесник. Юрий Валентинович пренебрежительно усмехнулся. Мол, мелочиться не в его стиле. Старуха выхватила одну купюру тонкими, цепкими, словно из ржавой проволоки, пальцами. Повертела, обнюхала. Вдруг плюнула на нее и бросила на земь. «Это как понимать?» – вспылил Юрий Валентинович. Лесник подобрал купюру, обтер лопухом. «Оставь себе!» – зло отмахнулся спутник. Старуха нырнула в дом, вернулась гостям и сунула под нос бизнесмену крупную блестящую монету. «Золото?» – опешил Юрий Валентинович. «Ах, вот она!» – пробормотал лесник. «Это как понимать?» «Страшно сказать. Она вроде бы требует, чтобы вы с ней золотом расплатились. Думаю, она не знает, что теперь деньги из бумаги. Для нее это так, лыскутки. Черт знает что!» – развел руками предприниматель. Но он уже не мог воспринимать старуху как жалкое существо, которому собирался подать милостыню. А та повернулась и исчезла в своей замшелой избе. Несколько дней после встречи со старухой Юрий Валентинович был рассеян и мрачен. Из областного города пришли нехорошие новости. Его фабрика терпела убытки. Теперь он не стал бы разбрасываться долларами. Мысли возвращались к старухиному золоту. А вдруг его много? К чему этой развалине богатства? Собственно, кто вспомнит о ней, если исчезнет? Без охраны, без лесника. Юрий Валентинович, прихватив рюкзак, вышел из дома. За ремень под свитером заткнут пистолет. Собственно, в лихие девяностые наш герой был отнюдь неблагонамеренным гражданином. И пусть сегодня не горел желанием вспоминать прошлое, но решил действовать по обстоятельствам. Когда он вырвался из ельника на поляну, то немного растерялся. У дома не оказалось двери, но ведь лишь пару дней назад была. Незваный гость пожал плечами, двинулся вокруг дома, наткнулся на кусты смородины, где были свалены в кучу потемневшие шесты и груда почти истлевших черепов, скорее их осколки. Юрий Валентинович озадаченно всмотрелся. Неужто когда-то они тоже украшали старухину поляну? Ну вот истлели, и она выбросила часть коллекции. И тут он увидел дверь. Она выходила сюда, в заросли, словно изба на кону не повернулась к лесу. Юрий Валентинович вежливо постучал. Потом еще раз толкнул дверь, она отворилась. Из дома пахнуло дымком, сушеной травой. Что-то зашуршало. Он достал мобильник, где был фонарь, включил. Тонкий белый луч выхватил из сумрака грубый деревянный стол, лавку, закопченные зев в печи. По углам висели связки кореньев и трав, нанизанные на бечевку грибы. На столе мелькнуло красное. Он осветил и поразился. Вомуть свежего сырого мяса. В углу стоял сундук. Может быть, там и хранится золото. Юрий Валентинович прислушался, не возвращается ли хозяйка. Тишина. Он откинул крышку и направил луч в сундук. Полоска света утонула в бездонной тьме. Он прищурился. В сундуке мигнула искорка вторая. Юрий Валентинович выключил фонарь. Присмотрелся. Вдруг на дне забрежила яркая полоска. Он встал на колени, свесился в сундук и обомлел. В стороне слева на звездном небе горела луна. Юрий Валентинович встал, отряхнул от пыли брюки, перевел дыхание, постарался успокоиться. Но как тут успокоиться, если за окнами избушки ярко светило солнце, а в сундуке царила глубокая ночь? Он снова опустился на колени, сунул руку в сундук, ощупал боковые доски. Дальше был земляной срез. Юрий Валентинович представил, как с другой стороны, с изнанки земли, вниз головой ходят мифические антиподы. А что, если рискнуть и побывать там? Минуту он не понимал, где небо, где земля. Но для того, чтобы оказаться на другой стороне, пришлось подтянуться. И вот он уже выбрался и стоит под луной. Юрий Валентинович огляделся. Вокруг раскинулась, ровная как стол степь. Он нагнулся, потрогал землю, укололся жесткую траву. От земли шло тепло. Видимо, солнце нагрело ее за день. Он прошел несколько шагов, остановился. Что за дикое поле? И ни души, ни птичьего свиста, ни волчьего воя, ни огонька, кроме звезд и луны. За спиной послышался глухой удар. Миг он размышлял, что он не мог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Глава 2 Свадьба на воздвиженье Лесник подошел к избе и крикнул, Глафира Евдокимовна, Дина Витальевна, я с новостями. Старуха сидела на пороге и грызла корень. Уставилась недобро. Другой человек теперь лесом владеет. Помнишь? Пропал прежний. Она кивнула. Его двоюродный брат все унаследовал. Доставить к тебе. Она помахала рукой, словно рубя дерево. Нет, рубить не будут. Он, говорят, собрался базу отдыха строить. А благородить хочет владение твои. Она пожала плечами, отбросила грыза корня и скрылась в избе. Лесник вздохнул и побрел в село. Если старуха не хотела встречи с новым барином, то и ему о ней докладывать не стоило. По пути увидел, что пустовавший шест украшен человеческим черепом. Поспешно отвел глаза. Давно знал, что со старухой связываться не стоит. И отец, и дед предупреждали об этом. Вспомнил, как полиция год назад весь лес прошерстила, искали Юрия Валентиновича. На избу ни один мент не наткнулся. Лесник ее в это время замечал то на дне оврага, то у болота. Но вот бабка вернула суетливое свое жилище на любимую поляну. Виктор Антонович, новый хозяин леса, приходился прежнему двоюродным братом. Мужчина лет пятидесяти, плотный, с квадратным лицом и таким жестким взглядом, что по пустякам вряд ли кто обратится. Но вот обратились. Друг побывал у него в усадьбе, осмотрел лес, добрая часть которого, благодаря бригаде рабочих и дизайнеру, превратилась в парк с романтическими беседками, статуями и ажурными мостами. И вожелал сыграть здесь свою свадьбу. А поскольку был он еще и деловым партнером Виктора Антоновича, тот решил не отказывать. Все равно парк будут арендовать под праздники и отдыхать здесь. С чего-то нужно начинать. Правда, лесник услышал об этом. Пробормотал что-то непонятное. Мол, на воздвиженье все в лесу сдвигается и лучше в этот день там не появляться. Но Виктора Антоновича ни праздники, ни народные суеверия не интересовали. И вот уже возле озера, на асфальтированной площадке, играет оркестр, кружатся пары, а под тентом, украшенным воздушными шарами, стоят столы с угощением. Вокруг озера загорелись фонари. Чем не Европа? Словно кадр из английского фильма. Правда, в таких фильмах обычно появляется чудовище. Виктор Антонович делает глоток шампанского из бокала. Он не любит суету. И сейчас, когда праздник в самом разгаре и не требуется присутствие хозяина, самое время отдохнуть от людей. Он пьян, но в меру. Углубляется в лес. Что за живописная тропинка? Здесь он тоже прикажет установить фонари. Впрочем, сначала надо узнать, куда она ведет. Оранжевый свет заката окрашивает стволы деревьев в розовато-бронзовый цвет, а их осенние кроны играют оттенками золотого, коричневого, красного. Воздух, насыщенный ароматами травы смолы, словно вино. Внезапно, за веером ветвей открылась поляна с уродливой избой, утонувшей в груди листвы, словно в гнезде. А это еще что за сарай? Виктор Антонович обошел вокруг строение. В окне вместо стекла клочок целлофана. Над дверью прибита ржавая подкова. Под стряхой, где камыш нависает над стеной, кто-то возится, пищит. Дверь скрипнула. На пороге появилась хозяйка. Седые лохмы свисают по сторонам коричневого лица. Блестят глаза из темных провалов под выпуклыми надбровными дугами. Нос и подбородок гипертрофированы, словно в маске тролля. «Вечер добрый!» Напористо поздоровался Виктор Антонович. «А кто вы такая?» «Позвольте узнать». Старуха молча подошла к визитеру, понюхала бокал в его руке. Виктор Антонович раздраженно сунул посудину в карман. «Я владелец данной территории. Почему меня не проинформировали о вас?» Старуха не реагировала на слова. Словно потеряв интерес, повернулась и шагнула к избе. Но Виктор Антонович ухватил ее за локоть. «Бабка, этот лес — частная собственность. Документы на дом есть? Прописано где?» Глухая тетерия. Старуха повернулась, уставилась ему в глаза, янтарными глазами. Один зрачок то сужался, то расширялся. Ему пришло на ум, что так, по словам астрономов, сужается и расширяется Вселенная. В общем, так, сказал Виктор Антонович, переборов отропь. «Нет документов, поедешь в дом престарелых. Будешь жить на всем готовом. Еда, постель, тепло. Ясно тебе?» «К понедельнику собирай вещи». Старуха вдруг скрутила из корявых пальцев дулю и сунула под нос бизнесмену. «Ах, старая ведьма! Не хочешь ехать, в мешки отвезут. Мне в парке не нужна антисанитария». Он выпустил ее костлявую руку. Брезгливо вытер ладонь о полу пиджака и пошел ломиться сквозь кустарник на звуки танцевальных шлягеров. Музыка неуловимо менялась. В нее вплеталось все больше шуршащих, потрескивающих нот, щелчков и треска. Он стал спускаться в лощину, полную тумана, словно чаша с молоком. Откуда-то слышалось тихое шипение и посвистывание. Что-то скользнуло по щиколотке. Виктор Антонович глянул вниз и обомлел. Лощина была полна змей, медленно, томно сплетающихся в огромный клубок. Он стоял на краю клубка, а вокруг ползали бесчисленные гады. На воздвижение все змеи в лесу собираются в одно место и празднуют свадьбу. Горе тому, кто помешает. Глава третья. Цветочный чай. На шестах красовались несколько звериных черепов и два человеческих. Лесник мелко перекрестился, прячаясь за еловую ветку, и только тогда вышел на поляну. Старуха плясала, босая по засыпанной первым снегом траве. В абсолютной тишине она то бежала по кругу, вращаясь, то делала прыжок в сторону, хищно растопыривая тонкие руки в обтрепанных рукавах. В движениях чувствовался ритм. Похоже, в косматой голове хозяйки звучало слышное только ей одной. Мелодия. Вдруг она, словно из-под земли, выросла напротив лесника. Прямо на него смотрели оранжевые дикие глаза. Он сорвал с плеча ружье, наставил. «Дарья Макаровна, отойди ради Бога!» Старуха, ощерившись, выбросила вперед руки, и дуло ружья упиралось ей в грудь. «Анна Климовна, опомнись! Белины объелась!» Она выдохнула, опустила руки, отвела взгляд, будто одеревенела. «Хе-хе-хе! Лес унаследовал мальчишка какой-то!» Старуха хмыкнула. «Охране, говорит, рубить не будет!» «Вообще ничего делать не будет!» «Раздолбай, вроде художник. Рисует, то есть, малюет. Картинки пишет». Он помахал рукой, словно красил забор. Старуха снова хмыкнула. Долгие годы общения с ней научили лесника, что некоторые слова она не понимает. И тогда он старался подобрать похожее по значению. Старуха снисходительно ухмыльнулась. «Вот и я о чем. Что Бог не делает все к лучшему. Наконец-то никто не будет зверье распугивать. Да и, признаться, мужики с нашего села давно меня упрекают, что не пускаю их рыбачить на озеро, а баб ихних за ягодами. Им же не объяснишь, что теперь, как до революции, бары завелись. Художники — народ нежадный, душевный. Правильно, я думаю. Говорят, правда, что к пьянству они склонны. Но это на Руси не порог. Так? Старуха отвернулась. И вдруг через всю поляну прыгнула в чащу. Еловые ветки качнулись и замерли. Лесник знал, что хозяйка устраивает пляски перед охотой. И поспешно ориентировался. Водоруха каянная в азарте перепутает с дичью. Однажды застал ее неподалеку. Старуха, стоя на коленях над убитым кабаном, Руками вырывала внутренности, Воздевала их к небу. Залитая кровью что-то выло, Раскачиваясь, словно одержимое. Лесник бежал без оглядки до села И успокоился только после бутылки первача. Новый хозяин приходился Виктору Антоновичу племянником. Звали его Иваном. Парень лет двадцати пяти, Высокий, худой, Волосы кудрявые, Лицо симпатичное, Но уж больно печальное. Лесник и к нему пришел, Спросил о зарплате. Парень сказал, что все останется по-прежнему. В зале стоял мольберт, Стол с красками, К стене прислонены чистые холсты. Готовых картин лесник не заметил. Нет вдохновения. Творческий кризис. Уныло сказал молодой человек. А вы погуляйте по лесу. У нас виды красивые. Вот хотя бы у озера, Радушно предложил лесник. Признаться ему показалось интересным, Выживет ли Барчук после знакомства со старухой. Но через минуту лесник устыдился своего жестокого любопытства И стал отговаривать. Пугая тем, что в лесу полно волков. Они же умные звери. Без причины не тронут. Легкомысленно заявил художник. «Хорошо». «Правду скажу», — решился лесник. «В лесу живет старушка. И поговаривают, что она ведьма». «Вот это да». «Непременно познакомлюсь», — оживился Иван. «Ух, и думать забудьте». «Почему?» «Она, наверное, знает много по истории края». «Да, разве что края света», — Раздраженно сказал лесник. «Она туда многих спихнула за тот край. Немая к тому же». «И как она выживает? Может быть, чем-то помочь ей? Обязательно узнаю». «Ах, вбили себе в голову черт знает что». «Извините». Раздраженно махнул рукой лесник И ушел от фантазера твердой уверенности, Что тот на днях исчезнет, Как два его дядьки. Старуха поставила в угол метлу. Шаркая валенками, подошла к печи, Вытащила черного кота, Гревшегося в золе, Посадила на пол. Кота когда-то принес в лес И выкинул на опушке местный житель. Видимо, пушистый проныра Повадился есть цыплят, И от него избавились. Хозяйка сунула в печь Горсть сухих листьев, Пучок щепок, Сверху положила поленье, Взяла два камня, И, ударив друг от друга, Высекла огонь. В дверь постучали. Она пожала плечами, Открыла. На пороге стоял кудрявый молодец Лет двадцати, С простоватым лицом, Волосы давно не стрижены, За спиной красная котомка. Старуха зашипела. Кот тоже. Она привыкла, Что вызывают долго и церемонно, А не ломятся в избу. «Здравствуйте, бабушка!» Весело произнес гость И с глупым видом Почесал в затылке. «А я ваш сосед, Иван!» Познакомиться пришел. Старуха отступила в сторону. Иван шагнул в избу, Сунул руку в свой красный рюкзак И выложил на стол Несколько пакетов. Решил побаловать Нищую пенсионерку Конфетами и пряниками Из местного магазина. Старуха обнюхала дары. Указала Ивану На шаткую лавку. Из горящей печи Вытащила чугун с водой. Поставила на стол Две помятые жестяные кружки. Налила кипятка. Вернула чугун в печь. Подошла к связкам трав в углу. Отщипнула от одного, От другого сухого букета. Помяла в горсти. Кинула в кружки. По избе поплыл дивный аромат. Старуха села на табурет Напротив гостя. Подвинула к нему кружку. Взяла в руку конфету, Обнюхала, Не разворачивая фантика, Кинула в рот. Стала с хрустом жевать. Надо вот так. Иван избавил конфету от обертки, Показал старухе. Она кивнула. Он разглядывал ее жилище. С печки свешивался край бурой шкуры. Возле стояли ступы и метла. На полке виднелась старинная посуда. Впрочем, деревенские хозяйки И сейчас пользуются кринками, Деревянными ковшами. Здорово у вас. Как в сказке. Только не обижайтесь. Вы на Бабу-Ягу похожи. Сказал Иван и тут же смутился. Ой, какой же я дурак. Вот ляпнул. Извините, пожалуйста. Ядзе, Сказала она хриплым голосом. Ядзе. Так вы не немая? Я всем отвечала. Но никто меня не слышал. Уже много лет. Именно польское похоже. Вы из Польши? Не ведаю такого края. И давно тут живете. Трудно, наверное, одной. Родни не осталось. Все померли. Все во мне. Она коснулась рукой Солнечного сплетения. Доля такая. Была голодная зима. Рыба ушла далеко от берега. Зерна не осталась. Вы жили у моря? Рыба ушла. 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 Ляк и усни. И стала звать богиню, которая ходит с изнанки мира, обещала служить ей. И явилась богиня-медведица. Мы вместе ели мясо мертвых. Потом богиня показала мне свое логово, грела меня. И рассказывала тайны земли. Иногда я приходила за свежим мясом на погост. И однажды увидела там своих внуков и правнуков. Все они умерли. Голодная зима. Я съела их печень, чтобы жили во мне. Весной медведица приказала убить ее, чтобы передать мне силу. И с той поры я стала другой. Все меняется. Одна я не меняюсь. Почему-то рассказ старухи не пугал Ивана. Он прихлебывал чай и вежливо кивал. Ему было спокойно и тепло. Пропавшее дымом в избе намного уютнее, чем в огромном особняке. «А вам не было жаль богиню?» Поинтересовался он. «Я освободила ее для новой шкуры. Потом тысячу раз встречала. И лисицей, и соколом, и лебедью, и волком. Каждый раз она учила меня чему-то новому. А почему с изнанки мира? Ты потрошил рыбу, зверя или человека? А, приходилось. Не человека, конечно. Поспешно уточнил он. Когда смотришь в распортое брюхо дичи, то видишь ее изнанку. Если вывернуть наизнанку человека, каким он будет? Самое главное — прячется внутри. Благодаря тому, что кровь течет, а сердце бьется, существо живет. И мир живет. Благодаря тому, что скрыто с его изнанки, которую мы не видим. Внезапно Иван заметил, что стены избушки стали бугриться. И вдруг из-за копченных бревен начали стремительно прорастать ветки. На ветках набухли почки, брызнули свежей зеленью, бутоны развернулись крупными цветами. Сквозь ветви забрежил солнечный свет. Иван встал, развел руками листву, вышел, словно из пещеры на поляну. Деревья вокруг стояли гигантские, не в три, в десять обхватов. Топорщились папоротники, вспархивали гигантские бабочки. Затрещали сучья от чьих-то тяжелых шагов. И на поляну ступил огромный медведь. Взревел. Иван не ощущал страха. Медведь поднялся на дыбы, повел плечами, и вдруг шкура шкура соскользнула шкура соскользнула с него. Перед Иваном возникла обнаженная, смуглая женщина. Сильное, стройное тело. Неровно остриженные, скорее обрезанные ножом, коричневые волосы, большие янтарные глаза, тонкий нос с горбинкой, полные, резко очерченные губы. Она разглядывала его с любопытством. Ноздри раздувались, словно сейчас скажет, «Человечьим духом пахнет». «Дикая самка» обошла Ивана, словно присматриваясь к новому приобретению. Потом ласно схватила за руку, повела за собой. Очнулся за столом перед пустой кружкой, невольно коснулся рукой, еще теплая. Оказалось, прошел целый день. Он в том цветущем мире охотился на чудовища, потом жарил их мясо на костре, занимался любовью с прекрасной незнакомкой, плавал в кристально чистом озере среди изумительных золотых рыб, видел пролетающих над головой драконов, шаманил и вызывал духу. Иван посмотрел на старуху. Та гладила черного кота, мурлыкающего так громко, словно возле избы заводили трактор. «А ведаешь, что я твое желание должна исполнить? За то, что имя угадал!» проскрепела она. «Называй! Да поспешай! У меня все есть! Вы же знаете!» «Богатый наследник!» Смущенно улыбнулся Иван. «Но я художник. В этом мире скучно мне. Тусклый он. Взгляд не радует. Если бы жить с изнанки мира, там, где я побывал, яркие краски, новые сюжеты, так и просятся на полотно». Старуха смотрела на гостя задумчиво. Один зрачок то сужался, то расширялся, словно черная дыра в неведомое. «Это твое последнее слово?» «Да!» В радостном ожидании воскликнул он. «Там столько натуры и та девушка». Минул год Вокруг особняка поднялась крапива. Тропа к нему заросла. Сельчане поговаривают, что Ванька художник ушел жить к старой ведьме. Не иначе сошел с ума. Но порой его ищут горожане на дорогих машинах, желая приобрести картины, где якобы такая жуть, такие чудо-юдо, что словами не описать. Лесник по-прежнему обходит с ружьем чаще поляны и болота. Он знает, кто на самом деле владеет лесом. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...